Видите этих крохотных созданий? Впервые ученые обнаружили их еще в 1766 году, но тогда понятия не имели, кто им попался. Они описали маленьких рыбок как отдельный вид, потому что не могли даже представить, что со временем это изменится. В то же время люди знали о существовании рыбы солнца. Она вообще появилась на нашей планете между 45 и 35 миллионами лет назад, в то время, когда у китов еще были ноги. Но давайте признаем, невозможно провести параллель между вот этими мелкими штуковинами и гигантской рыбиной странной формы. Только спустя сотни лет удалось сравнить ДНК личинок и взрослые особи. И вот удача! Ученые получили идеальное совпадение. Да, вот так выглядят детеныши рыбы солнца. Совершенно не похоже на взрослых рыб. Неудивительно, что человечество так долго не могло понять, что к чему. Но проблема не только во внешнем виде. Далеко не все животные в детстве похожи на взрослых особей. Запомните эту мысль, мы вернемся к ней чуть позже. Дело в том, что образцы маленьких представителей этого вида невероятно редки. Наука до сих пор толком не знает, когда взрослые рыбы нерестятся и где они производят свое потомство. Оно настолько ценно, что личинок просто хранят в музейных коллекциях и не отдают для анализов ДНК. То, что данные все-таки удалось получить и сравнить – нереальная удача. Вот с поиском взрослых рыб этого вида особенных проблем не возникает. Потому что они огромные, гигантские в самом прямом смысле этого слова. И самые тяжелые из всех костистых рыб. Крупные особи могут достигать размеров 3 на 4 метра и весить при этом более 2 тонн. И ведь никто точно не знает, с какой скоростью она растет. То есть кое-какие данные, конечно, есть, но они довольно неопределенные. И иногда рост рыбы солнца становится для людей полной неожиданностью. В конце 1990-х особь весом 26 кило увеличилась до 400 кило всего за 14 месяцев. Рыбу пришлось вывести из аквариума на вертолете и отпустить обратно в залив. Ученые подсчитали, что средняя скорость роста составила где-то 0,82 кило в день. Другие костистые рыбы набирают ну максимум 0,49 килограмма, а иногда вообще 0,02. Известно, что в какой-то момент рыба солнца достигает примерно 2 метров в длину, но на этом точные данные заканчиваются. Видите график? Никакой информации. Все из-за того, что измерения проводятся в неволе, а когда рыба становится настолько большой, ее приходится отпускать обратно в океан. Но в чем причина такого сумасшедшего роста? Как ни странно, в гормонах. Хоть с этим ученые разобрались. Существует такой белок, как инсулиноподобный фактор роста-1. Он еще и является одним из основных гормонов роста у человека. Если его недостаточно, наблюдается задержка роста или даже карликовость. Но рыба солнца производит столько этого вещества, что может расти бесконечно. Я серьезно. Если у рыбы будет достаточно пищи, она станет еще больше и еще и еще. В конечном итоге ее размер ограничен только максимальным возрастом. При этом вы сами видели, что личинки рыбы солнца слишком сильно отличаются от своих взрослых гигантских версий. Только что вылупившиеся рыбки имеют длину всего 2,5 мм и весят менее 1 грамма. Если личинки выживают, то становятся мальками, а те, в свою очередь, могут вырасти в 60 миллионов раз по сравнению с первоначальным весом, прежде чем достигнут размеров взрослой особи. Возможно, это самый экстремальный рост среди позвоночных. Но размер не единственная странность рыбы солнца. Довольно сложно не заметить, что природа по какой-то причине не выдала виду нормальный хвост. Мариан Найгард, ученая, специализирующаяся на этих рыбах, говорит, что они, по сути, имитируют акул, но при этом остаются костными. Чтобы быть легче, но оставаться большой, рыба солнца отказалась от части скелета. И это действительно важно, потому что у нее нет плавательного пузыря, который для плавучести используют другие рыбы. То есть рыбе солнцу пришлось подстроиться под свой большой размер, лишиться хвоста. Но ради чего такие жертвы? Что ж, возможно, рыба солнца стала настолько гигантской, чтобы защититься от океанских хищников, вроде акул. Еще размер имеет значение, когда ты ныряешь на большую глубину в поисках еды. Большое тело медленнее теряет тепло, и оно же помогает повысить плавучесть, быстро подняться на поверхность, чтобы согреться. Вообще, для своих размеров и странной формы эти рыбы на удивление ловкие. Несмотря на внешнюю медлительность, они способны выпрыгивать на высоту до трех метров. Понятия не имею, как такое возможно. Миллионы лет практики, наверное. А теперь… Помните, я сказал, что не все животные в детстве похожи на взрослых особей? Среди живородящих в этом особенно хороши большие рыжие кенгуру. Они производят самую впечатляющую трансформацию роста и веса. Когда кенгуренок появляется на свет, он размером с фасолину и весит всего один грамм. Но затем вырастает до 90 кило или даже больше, что примерно в 96 тысяч раз превышает его вес при рождении. Чувствуете разницу? У сумчатых нет плаценты, поэтому кенгуренок, по сути, рождается эмбрионом и выглядит тоже как эмбрион. Розовый, совершенно нежизнеспособный. Пока одни дикие животные способны встать и побежать уже через несколько минут после рождения, кенгурята могут только чуть-чуть шевелить передними конечностями. Это очень важно, потому что таким образом кенгуренок добирается до материнской сумки, забирается туда и находит один из четырех сосков. Правда, никакого сосательного рефлекса у детеныша нет, поэтому кенгуренок просто ждет, пока молоко не начнет капать ему в рот. Проходит несколько месяцев, прежде чем детеныш получает способность сосать молоко самостоятельно. Примерно в возрасте 190 дней кенгуренок уже весит около двух кило и впервые выходит из сумки. Ну, как выходит? Обычно просто вываливается. Сначала прогулки длятся по паре минут, но затем становятся все дольше и дольше. Требуется как минимум полгода, чтобы кенгуренок начал чувствовать себя комфортно за пределами сумки. И восемь месяцев, чтобы он навсегда ее покинул. Правда, мать все равно продолжает кормить его молоком до года, и только после детеныш постепенно превращается во взрослого зверя. Примерно такая же ситуация у панд. Самки в 900 раз крупнее своих детенышей и весят в 400 раз больше. Глядя на новорожденную панду, сложно даже представить, что она вырастет в медведя, потому что... Ну, давайте честно. Существо, которое весит 100 грамм, не ассоциируется с медведями. Вообще. Панды рождаются недоразвитыми, если сравнивать их с другими детенышами медведей. Чертовски хрупкими и даже не черно-белыми, а розовыми и морщинистыми. Все идет не по плану уже на этапе беременности. Исследование показало, что детеныши других видов медведей развиваются в организме матери в течение двух месяцев и рождаются со зрелыми скелетами. Новорожденные панды получают только месяц на развитии, и их скелеты появляются, скажем так, недоделанными. И у ученых нет точного ответа, почему это происходит, но есть парочка версий. Если верить самой популярной, то во всем виноват бамбук. Бамбук составляет основную часть рациона панд, и это не самая питательная еда на свете. Вместо того, чтобы тратить огромное количество энергии, необходимой для выращивания плода, самки панды могут сосредоточиться на выработке молока с высоким содержанием жира. То есть, им проще расти детеныша не внутри, а снаружи. Если задуматься, то это совершенно нормально, что детеныш рождается маленьким, а потом вырастает. Даже когда это настолько серьезные изменения. Однако природа достаточно странная, и иногда все происходит наоборот. Знакомьтесь, удивительная лягушка. Длина ее головастика может доходить до 27 сантиметров, и это мировой рекорд. Но когда приходит время взрослеть, головастик сжимается и становится лягушкой самого обычного размера. Получается, что взрослая особь всего лишь треть или даже четверть головастика. И это очень странно. Настолько, что когда ученые открыли эту лягушку, то вообще думали, что она развивается в обратном направлении. Как Бенджамин Баттон, только из лягушки в головастика. Или даже в рыбу. Такие записи были сделаны в 1700 году. Там было много неточностей. И все же детеныши могут отличаться от своих родителей не только размерами, но и наличием или отсутствием органов. Например, яичный зуб. Слышали о таком? Это твердый, часто острый выступ, который можно найти на мордочках многих детенышей, которые появились на свет из яиц. Короче, у птиц и рептилий. В отличие от настоящих зубов, яичные зубы обычно исчезают вскоре после рождения, потому что их единственная функция – помочь детенышу выбраться из скорлупы. По сути, это никакой не зуб, а всего лишь затвердевший кусочек кожи, но его прочности обычно хватает, чтобы детеныш мог вовремя оказаться снаружи яйца. Это на самом деле важно, потому что в какой-то момент малыш слишком вырастает, и ему просто не хватает кислорода. Без яичного зуба он бы просто задохнулся. Но случается и так, что яичный зуб не помогает. Если детеныши крокодила растут в слишком сухом гнезде, состав яйца немного меняется, и прочности яичного зуба просто не хватает, чтобы разрушить его. В таком случае крокодильчик рискует умереть без помощи матери. К счастью, обычно помощь все-таки приходит, и самка ломает скорлупу сама. А как насчет более заметных внешних отличий? Вот этот парень в коричневой шубе на самом деле птенец королевского пингвина, который вообще не похож на взрослую особь. Первые 10-12 месяцев птенцы пингвинов носят темно-коричневый пух. Он отлично сохраняет тепло, но пропускает влагу, поэтому молодежи приходится держаться подальше от воды, чтобы не промокнуть и не замерзнуть до смерти. Однако согревание потомства не единственная причина такой разницы во внешности. Ученые предполагают, что такая окраска птенцов активирует у взрослых протоколы родительского поведения. А еще они не воспринимают детенышей как конкурентов, пока те выглядят вот так. Со временем молодые пингвины меняют имидж, и это нормально. Гораздо страннее, если то же самое делают уже взрослые особи. Нет, даже не так. Они наносят макияж. Обыкновенного стервятника легко узнать. У него желтая голова в окружении белых перьев. Но на Канарских островах перья этих же птиц могут быть и бледно-коричневыми, и даже малиновыми. Это не связано с диетой, как у фламинго. Просто стервятники окунают головы в красную почву и как следует встряхиваются, чтобы покрасить свое оперение. Причем разные птицы предпочитают разные оттенки, а значит, дело тут не в защите от бактерий и вирусов. Ученые предполагают, что стервятники красятся, чтобы отличаться друг от друга визуально. Но пока что исследования не дали ответа на вопрос «Зачем?». А теперь... Черт возьми, это что такое? Оно похоже одновременно на длинного клеща и на... не знаю, личинку аллигатора. Но если вы встретите такое существо где-нибудь в саду, не спешите кидаться в него тяжелыми предметами и громко кричать. На самом деле это просто нимфа божьей коровки. Вы же не думали, что они появляются на свет сразу взрослыми? Именно на этапе нимфы божьей коровки съедают около 400 тлей. Это всего за три недели. Другие мягкотелые вредители им тоже подойдут. И яйца насекомых подойдут. Даже яйца других божьих коровок. В общем, нимфы божьих коровок едят очень много. Четырежды линяют, потому что становятся слишком большими для своей оболочки. И только после этого окукливаются и превращаются во взрослые насекомые. Но про него вы наверняка и без меня все знаете. До скорого!